Перед нами чудо советской инженерии. А давайте сами построим миниатюрный радиоприемник. Или же разберемся, как он работает. Итак, у нас есть схема карманного приемника на микросхеме K174XA10. Эта микросхема разрабатывалась специально для постройки малогабаритных супергетеродийных приемников. Микросхема содержит в своем составе все необходимые узлы для приемника. То есть смеситель и гетеродин, усилитель промежуточной частоты, детектор и усилитель звуковой частоты. В нашей схеме для постройки радиоприемника используется усилитель промежуточной частоты с детектором и усилитель звуковой частоты. Благодаря применению специализированной микросхемы удалось максимально упростить сборку и налаживание такого приемника. Приемник работает устойчиво в диапазоне длинных или средних волн. Чувствительность приемника около 3 мВт на метр, что позволяет принимать радиостанции на значительном удалении до 1000 км. Выходная мощность усилителя около 100 мВт. Потребляемый ток при напряжении источника питания 4,5 В не более 30 мА. Итак, рассмотрим схему приемника более подробно. Сигнал радиостанции, выделенный колебательным контуром магнитной антенны через катушку связи, поступает на вход номер 2 микросхемы. Усиливается, детектируется и с выхода номер 8 микросхемы поступает на регулятор громкости. С движка регулятора громкости сигнал звуковой частоты поступает на вывод номер 9. Это вход усилителя звуковой частоты. После усилителя сигнал звуковой частоты поступает на громкоговоритель. Как видите, в микросхеме присутствуют все узлы приемника прямого усиления. Благодаря микросхеме весь приемник можно сделать очень маленьких габаритов. Немного о деталях. Конструкцию и намоточные данные катушек L1 и L2 вы сможете найти в описании под виде ролика. Переменный конденсатор C1 должен быть с максимальной емкостью 180 пФ. Резистор регулятора громкости должен иметь сопротивление не менее 47 кОм. Это одна из особенностей микросхемы. В качестве динамического громкоговорителя можно использовать любой малогабаритный динамик с сопротивлением звуковой катушки около 8 Ом. И максимальной мощностью не менее 0,1 Вт. В качестве источника питания можно использовать 3 пальчиковые батарейки. Настройка приемника сводится к подбору сопротивления резистора R2 во время приема мощной радиостанции по минимуму искажений. Мы рассмотрели сегодня прекрасную схему очень компактного радиоприемника на микросхеме K174XA10. А аналогом нашей микросхемы может служить микросхема А283D. Ссылку на принципиальную схему этого радиоприемника вы сможете найти в описании под видеороликом. Поставьте пожалуйста лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, так же поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы вместе с вами будем рассматривать интересные, полезные и очень несложные электронные схемы. Продолжение следует...